Здравствуйте, друзья! Сегодняшнее видео... Просто удивителен мир аквариумных жителей. В нем столько интересных живых существ. С многими из них вы можете познакомиться на канале Пар. И копилка об этих самых жителях пополняется с каждым новым видео. В этот раз, по просьбам подписчиков, у нас в гостях иглистый Тритон. Интереснейшее, на мой взгляд, существо. Вообще, говоря о Тритонах, стоит сказать, что не так уж и много интересных Тритонов, доступных в зоомагазинах и аквасалонах. Но иглистого Тритона сегодня достаточно легко найти в продаже. Иглистый Тритон – это вид животных из рода ребристых Тритонов, отряда хвостатых земноводных. Иногда иглистого Тритона называют породу, то есть ребристый. Ну и, пожалуй, стоит сказать о том, что во многих магазинах на ценнике можно встретить название «Испанский Тритон». Под таким названием он часто встречается и в интернете. Хотя такое название принадлежит совсем другому виду, о котором мы еще, возможно, поговорим в других видео. Ареал обитания достаточно широк. Это центральная и южная Иберия, Испания, Португалия, Марокко и даже Африка. Причем представители европейских и африканских иглистых Тритонов достаточно серьезно отличаются друг от друга. Но на сегодняшний день у этих Тритонов не выделяют подвидов. Иглисты Тритон не особо привередлив к условиям жизни в живой природе. Они ведут не только водный образ жизни, но и надводный. Причем каждый Тритон сам выбирает, где ему лучше. Одни из них постоянно выбираются на сушу, другие могут жить под водой всю свою жизнь. Хотя и бывает такое очень редко. Водоемы стараются выбирать от метра глубиной. Да так, чтобы вода была стоячей. Это могут быть озера или пруды. Но при необходимости не побрезгуют и канавой. Хотя Тритоны и выбирают пресноводные водоемы, они могут жить и в слабосоленой воде. Самое главное, чтобы им никто не мешал. Подальше от людей и городского шума. Растительность в водоеме не важна, но очень важна температура воды. Она должна быть прохладной. В этом заключается основная трудность содержания в домашних условиях. Как правило, в живой природе питается мелкой рыбой, головастиками и беспозвоночными. Но бывают случаи, когда Тритон откусывает лапу или хвост своего собрата. Однако такие случаи давайте подробно разберем чуть-чуть попозже. Иглистый Тритон дома не редкость, хотя до сих пор считается диковинным братом нашим меньшим и у гостей вызывает восторг. Более того, именно этот вид Тритона вырастает достаточно крупным, около 25 сантиметров. А в живой природе встречаются особи по 30 сантиметров. В уходе и содержании просты. Хотя у многих заводчиков этого Тритона появляется очень много вопросов о том, какой аквариум лучше выбрать и как оформить. Сразу скажу, что он будет жить и в 10-литровом аквариуме. И достаточно успешно, без грунта и прочего. В таком аквариуме даже будут свои плюсы. Но мне хочется говорить об идеальных условиях. Конечно, под идеальными условиями в первую очередь подразумевается большой объем аквариума или террариума. Чтоб Тритон или даже Тритоны смогли развернуться. И конечно, пока Тритоны маленькие, в большом объеме нет необходимости. Самое главное, что в большом аквариуме вам удалось накормить питомцев. Лучше всего кидать корм прям под нос. В маленьких объемах такой проблемы нет. Часто в аквариумах с Тритонами можно встретить островки. Выход на сушу. Особой необходимости в нем нет, но когда мы говорим об идеальных условиях, то островок нужен и лучше всего, если он будет оформлен зеленью, например, мхами. На такой островок и Тритона будет выходить приятно, и смотреться он будет гораздо интереснее. Но бортики вокруг островка должны быть достаточно высокими, чтоб Тритон не смог выбраться. Обычно для оформления такого островка в качестве грунта используют кокосовый субстракт, но подойдет и некрупный аквариумный грунт или даже песок. Но такой грунт необходимо покрыть слоем увлажненного сфагнума. Вода в аквариуме должна быть отстоявшаяся. Желательно установить фильтрацию. Конечно, он будет жить и в мутной воде, но эстетике это не придаст. Кстати, обращайте внимание на поведение Тритонов. Если они все находятся на островке, а воды идут неохотно, это явный признак того, что с водой что-то не так. Более того, если островка нет, то они попросту выпрыгивают из аквариума и путешествуют по дому. Такие путешествия могут закончиться гибелью. Ну а если крышка есть, то Тритоны, конечно, не выпрыгнут, но могут погибнуть в неблагоприятных условиях. Наверное, мне удалось убедить вас в необходимости островка или зоны суши. Что в домашнем аквариуме не понадобится, так это обогреватель. Ведь обычно дома достаточно тепло. А Тритоны предпочитают прохладную воду, о чем мы уже говорили ранее. Проблема с водой начинается летом, когда температура в квартире поднимается до 30 градусов и выше. И температура воды тоже. Хотим мы этого или нет, так же поднимается. Учитывайте, что опасной для жизни температура воды для Тритонов считается температура от 25 градусов. То есть предел 24. По этой причине приходится ставить систему охлаждения или импровизировать. Кто-то сам собирает систему охлаждения из подручных средств. Кто-то ставит аквариум с Тритонами в комнате с кондиционером. Другие заводчики используют бутылки со льдом. Уверен, что некоторые из вас содержали, а возможно и содержат сейчас аквариумных жителей, которым необходима прохладная вода. Обращаюсь к вам с просьбой. Оставьте под видео комментарии о том, как вы понижаете градус. Эта информация интересна не только мне, но и другим подписчикам канала. Еще одним популярным вопросом является оформление аквариума для Тритонов и иглистых. Нужен ли им грунт? Нет. Растения для них тоже важности не несут. Но будет ли вам интересно смотреть в пустой аквариум? Пусть в оформлении нет необходимости, но если есть возможность, то оформить аквариум стоит. В качестве растений для посадки в грунт идеально подходят и хинодорусы, и ладея, криптокорины, ну и конечно любимые мои анубиасы и подобные им растения. Можно использовать плавающие растения, например ричию, пистию и так далее. Также многие любители пытаются держать иглистого Тритона с аквариумными рыбками. Конечно это удается, но не многим. Но удается. Лично я против такого соседства и подобных рекомендаций давать не буду. А вот содержать несколько Тритонов одновременно удается многим. Но тут есть нюансы. Первое, на что стоит обратить внимание, это на разные виды Тритонов. Лучше избегать посадки одного вида к другим. Или если вы все же решили дать им побыть вместе, то только под наблюдением. И второе, ориентируйтесь на размеры Тритонов, даже если это особи одного вида. Из-за разницы в размерах самку и самца лучше держать раздельно до брачного периода. Как говорил в самом начале видео, Тритонам свойственен каннибализм. Причем это может случиться не только из-за агрессии одного Тритона к другому, но и имеет место быть случайностям. Например, во время кормления. Так, во время кормления один из Тритонов может поместить в свой рот не корм, а лапку соседа. Самое плохое в этой ситуации то, что Тритоны не умеют выплевывать. Или просто не хотят этого делать. Они могут долго держать лапку во рту, без возможности ее откусить. После чего начинают крутиться, как юла, пока лапка соседа полностью не оторвется. Подобные случаи, конечно, неприятные. Но особой опасности не представляют. Дело в том, что у этих существ есть отличная способность регенерации. Очень жаль, что такой способности нет у нас с вами. В течение месяца отрастает новая лапка или хвост. Вообще, нужно сказать, что Тритоны в идеальных условиях спокойно проживут около 20 лет. Главное не забывать кормить этих милых созданий хотя бы раз в два дня. Обычно именно такой режим кормления выбирают для взрослых особей. Но молот необходимо кормить ежедневно. В качестве корма используют практически все сбалансированные промышленные корма для рыб. Главное, чтобы корм тонул, так как с поверхности воды корм брать отказывается. Также используют мотыль, трубочник, кусочки нежирного мяса, рыбу. Охотно едят дождевых червей. Крупным Тритонам в качестве корма можно предложить даже сверчков или новорожденных рыс, которых часто называют галышами. Но опять же, мы говорим об идеальных условиях содержания. А такие условия подразумевают не только разнообразное кормление, но и витамины для рептилий, кальций и прочее. Те из заводчиков, кто действительно питает интерес к этому виду Тритонов, разводят их в домашних условиях. И сделать это совсем не сложно. Но для начала нужно разобраться, как определить пол. Кто из них самец, а кто самка. Признаков определения пола немного. И сделать это поначалу достаточно сложно. У самок хвост короче, чем у самцов. Самки крупнее самцов. Также во время брачного периода у самцов появляются на лапках уплотнения. Ну вот, пожалуй, и все основные признаки. Помните, что половое созревание у иглистого Тритона происходит минимум к году жизни. А порой и этого времени недостаточно. Но к трем годам точно Тритон становится половозрелым. Когда брачный период начался, можно наблюдать картинку, как самец и самка необычно плавают по всему аквариуму. Это выглядит как танец. В этот момент обязательно разместите растения в аквариуме. Именно на растениях самка откладывает яйца, но не сразу после спаривания, а примерно через 48 часов. За один раз самка может отложить до 500 икринок. Но тут многое зависит от возраста, так как молодая самочка откладывает в разы меньше. Идеальным временем для спаривания считается время с февраля по март и с июля по август, то есть два раза в год. Именно в эти месяца они размножаются в природе. Примерно через три дня появляются личинки. У них нет еще лап и их можно назвать головастиками. Размер каждой личинки около одного сантиметра. В столь юном возрасте они дышат через жабры, а о суши даже и не мечтают. Первые пять дней своей жизни они питаются за счет содержимого желточного мешка. Но после этого наступает самый ответственный момент перед хозяином Тритона. Ведь ему придется кормить малышей каждый день, а порой и по нескольку раз. Вопрос только чем? Ведь им жизненно необходим микроскопический корм. Самый простой способ это недавно вылупившаяся Артемия. Дальше в рацион вводят более крупные корма, такие как микрочерви, дафнию, потом мотыля. Через два-три месяца происходит метаморфоз. К этому времени уже хорошо развиты конечности и размер молодых Тритонов примерно 5-6 сантиметров. Жабры к этому времени исчезают и меняется кожа иглистого Тритона. В общем и целом могу сказать, что Тритон иглистый классный зверь. Его можно даже брать в руки, но ненадолго, ведь тепло рук ему не по душе. Более того, ни при каких обстоятельствах не зажимайте его в руках. У Тритона иглистого есть одна особенность. В качестве защиты он использует свои ребра. Они выступают из-под кожи и вместе с ядом прокалывают ладони. Яд не смертельный, но вызывает жжение и раздражение. Именно из-за этой особенности Тритон получил свое название иглистый. Напоследок скажу, что есть сведения о том, что Тритонов иглистых отправляли в космос для исследований. И на этом у меня все. Видео подошло к концу. Надеюсь не удалось за короткое время подробно рассказать про этот вид Тритонов. Если вы со мной согласны, то ставьте лайки. И до скорых встреч. Если это так, обязательно ставьте палец вверх. Жмите на колокольчик, чтобы не пропустить новое видео на канале Пар. Пока. Субтитры создавал DimaTorzok